Так, всем доброго времени. Сейчас мы будем делать такой вызов. Фагот. Это очень серьезный вызов. Может быть, вы слышали про этого демона. Сейчас мы будем вызывать человека. Я буду вызывать того, кого попросили. Вы будете смотреть вызов. Мы будем делать вызов Фагот. Этот вызов очень сильный. Он вызовет мужчину к вам. Сколько бы вы ни общались. Что бы вы ни делали. Этот мужчина к вам придет. То есть вызов очень сильный. Он сравнивается иногда с приворотом. Действие тоски, которое вызывает этот вызов у мужчины. Оно, знаете, сравниво с приворотом. Сравниво. Уже, блядь, у меня язык заплетается. Ладно, смеяться мы не будем. Но этот вызов сравнивают с приворотом. Вызов Фагот. Это очень сильный вызов. Сейчас мы будем начитывать на эту свечу. Это очень вызов темный. После этого вызова мужчина придет к вам. Тут будет фотография мужчины. Но это не важно. Вы не должны вчитываться в какие-то там... Вслушиваться в слова. Это не важно. То есть у нас будет очень сильный вызов Фагот. Это подойдет тем, которые хотят поговорить с мужчиной, увидеть его. Либо они давно не общаются по каким-то причинам. Они там поссорились. Но вы, я имею в виду, с мужчиной. Или же мужчина по каким-то причинам не приходит. Или не хочет приходить. Это не важно. То есть здесь мы будем вызывать мужчину. Мы будем вызывать мужчину на порог. Может быть, кто-нибудь слышал об этом вызове. Но демон, который будет помогать нам сейчас в этом вызове, он очень сильный. То есть и с ним не шутят. С ним и проводят порчи. То же самое. Но в большинстве случаев Фагот очень сильно помогает в вызовах. То есть мужчина будет скучать, тосковать и придет к вам. То есть, что дальше я хочу вам сказать. Фагот это не просто вызов. Это серьезный вызов. И здесь обязательно оставляется откуп. То есть я буду оставлять по всем правилам. И вы посмотрели и оставили откуп. Посмотрели, пошли, оставили откуп. Это очень сильный темный вызов. Поэтому здесь без откупа мы работать не сможем. Определенно у меня водка на столе. Я беру только дорогие водки. И ношу дары только дорогие. Если кто посмотрит мою страницу, увидит, там вы видите, что я ношу только дорогие откупы. Бесом, да? Я ее открыла, поставила. Вот. Мне буду относить все, куда нужно. Мы должны понимать, что вызов это очень темный. Я буду читать. Вы просто будете смотреть и представлять своего мужчину. Мне тут надо отрезать и мясо. Я работаю только с откупами. Вы смотрите тоже только с откупами. Это серьезная магия. Если вы не знаете, как оставлять откуп, лучше пошли и оставили через практику. Потом мне многие пишут, а почему болеем? А почему это? Вызов очень серьезный. И не доводите его до последствий. Также у нас тут обязательно мясо. Должно быть здесь. Я его сюда приземлю, поставлю. Мой веса в погоду сюда. Вот так вот тебе. Вот так, чтобы оно лежало. Обязательно. Так, все. Представляем своего мужчину. Здесь у меня лежит определенная фотка. Это все потом я пойду относить. Смотрите, просто представляете мужчину. Музыка. на любом виде в инциденте лучше не смешать огнём масло не отпусти показания не подбежит показания не пропустите ваши шаги не опускай не погоняй в окон в окон в окон тихонь в окон сердце и прием накреты позития без даже Based за Субтитры делал DimaTorzok 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 и шайтанами тоже не уступает русскому чернокнижию. Я хочу сказать, что здесь не главное, а какая магия, а главное, какой мастер её делает, и какой мастер читает ритуалы, заклинания, какой мастер проводит заговоры. Я как бы имею две ветви, я уже писала, и славянская, и восточная. Я хочу сказать, что восточная исламская магия тоже не уступает русскому чернокнижию, поэтому здесь даже дело, ну как сказать, не в каком-то определённом пантеоне богов, а в мастере, что за мастер сотрудничает с этими пантеонами богов, потому что есть вот такие дебилы, которые вот они не могут ничего, но они лезут в магию, с кем бы они не сотрудничали, со славянскими богами, с исламскими джиннами, ну ничего не будет помогать, потому что он тупой, и силы не хотят ему помогать. Вот с кем бы он не сотрудничал, с индийским пантеоном богов, я не знаю, веретничество, чёрное, белое, ну никто, ни ангелы, ни бесы, никто, вот я знаю таких людей, они потом плохо кончали. Значит так, что будет? У меня тут кольцо спало. Значит так, смотрите, что будет? После этого вызова я уже объяснила. Человек придёт к вам. То есть смотрите, есть такие умные женщины, которые смотрят и хуй забивают, извините за выражение, идут и забивают хуй. Они забивают на откупы. Вы видите, да, ритуал серьёзный, откупы стоят. То есть даже я иду оставлять откупы после этого ритуала данного, да. Вы тем более. То есть нету такого человека, который сейчас меня смотрит, кто может сделать это на личной силе. За всё нужно оставлять откупы. Посмотрели, пошли откупы, оставили по всем правилам. Кинуть по дереву это не пойдёт. Значит оставляете фаготу, бесу, мы работали, демону. А собачек кормить птичек не надо. То есть абсолютно этого делать не нужно. Потому что я работала напрямую с демоном, и вы смотрели этот вызов. То есть он принял вызов, тот мужчина, на которого вы смотрели, он явится к вам. Не забывайте про откупы. Почему я повторяю много раз? Потому что есть женщины, которые смотрят мои ритуалы, и они говорят, Мария, это всё прекрасно, всё работает, отлично. Но потом они же не говорят мне, допустим, что они не оставили откупы. То есть они посмотрели и не оставили. Ни через практика, ни сами. Так фаготу же надо питаться. Демон вызов исполнил. Он принял вас. А вы что взамен дали? Так не получится. Вы думаете, вы самые хитрые? Такое не пойдёт. У меня есть девочки, которые сами оставляют откупы. Да, молодцы. Но они что-то понимают в мире чёрной магии. Те, которые смотрят и ритуалы срабатывают, они не оставляют ни через практику, они сами, они потом плохо кончают. То же самое относится и к мужчинам. Двое мужчин тоже смотрели, они просто забивали на это всё. Они думали, что это несерьёзно. Бесы терпят, 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 потом забирают. Ну хорошо, что вас если заберут, а если детей, ну подумайте над этим. Поэтому мы все хотим мужиков, да, я вам сказала, чтобы они приходили, чтобы они были с нами, чтобы мы проводили ночи, а мы расплачиваться в магии не хотим. Ну, значит, бесы будут забирать самое дорогое. Бесы готовы идти на помощь и помогать принимать вызовы на тоску. Они готовы принимать не только вызовы на тоску, и порчи готовы принимать, и я готова вам помогать. Только не забывайте про откупы. Вот вы заходите на кассу, это ж поговорка есть, вот её кто-то придумал, она не моя, точнее. Там касса, надо платить. И здесь, и тут надо платить сразу же. Ну, потому что, потому что мы все понимаем, что сделала ритуал, сразу оставила откуп. Далее жди. То есть, ну, заказ будут исполнять. А вызов, который я читала сейчас, вызов, который вы смотрели, относится к чёрной магии через демона ветров, фагот. Но он помогает не только в вызовах, он помогает ещё и в порчах. Многие даже скидывали болезни там на него. Только это не славянский демон, как многие говорили. Учитесь, будьте правильными. Это не славянский демон, как многие тут несли какой-то бред, какую-то чушь просто. Ладно, неважно. Откупы кто может, идите оставляйте сами. Кто не может, я указываю карту. Вы можете перевести по номеру на карту. Кому трудно переводить именно на карту, допустим, которую я указала под видео, вы можете по номеру телефона, также на карту, мне неважно. Или же оставляйте сами. Я просто предупреждаю о рисках данного процесса. Вот. У меня уже тут кровь потекла с мяса. Всё, мне нужно идти, оставлять откупы. А вот. И смотрите, также и мужчины могли смотреть этот ритуал, неважно, просто смотрят на женщину. Многие мне пишут, а почему вы для мужчины делаете? Ну, почему вы считаете, что это не могут смотреть мужчины? Также это могут смотреть мужчины, просто вы смотрите на женщину. Всё, как бы всё. Я думаю, что как бы понятно, да, что я вам говорю. Всё, я всем желаю добра, пускай ваши все желания исполнятся, мужчины придут. Фагот вам в этом поможет, и не только он. Совсем добра, не болейте, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok